Как прикольно, вы пищите! Что ты сделала, тварь? Всего лишь показала, что обычно происходит с недисциплинированными учениками. Вы следующие. Прощайте, Десятый Б. Увидимся в мире небытия. Нет! Нет! Бежим, чтобы нас не зацепило! Твою материю! Да ну, ё-моё! Сколько можно? Блин! Вот вы где, Десятый Б! Мы же с вами так и не договорили. На чём мы там остановились? Да как же ты задолбал! Снизи из болота ровно четверть ложки. Прямо сейчас узнаешь силу бабки Ёшкин. Ну и где этот твой информатор? Да ну ждём же! Блин, Игорь Витальевич задолбал нас отправлять фиг пойми куда и фиг пойми зачем. А чё за информатор? Он хотя бы объяснил? Нет, но он сказал, что мы с ним давно знакомы. Ну или по крайней мере некоторые из нас. Интересно, чем же он или она поможет нам в борьбе с шефом? Лучше бы мы все вместе отправились на базу ФСВ для уничтожения генераторов полей. Кстати, Лиза, а ты не хочешь свой генератор уничтожить? Нет, конечно. Ну, во всяком случае, пока. Он мне еще пригодится. Вот когда будут уничтожены все остальные, тогда и я избавлюсь от своего. Интересно, а как мы поймем, сколько всего существует генераторов? Э, а вы чего на меня уставились? Я вообще-то клон шефа, забыли? Откуда мне знать, сколько он их понаделал? Одно я знаю точно, мы должны уничтожить абсолютно все генераторы. Ведь это была последняя просьба Никиты. Блин, ну зачем ты это сказала? Лиза, прости. Я просто не могу поверить в это. Он только вернулся и вот опять снова ушел. Как будто сценаристы этого сериала не хотят, чтобы мы жили счастливо. Считай, что уничтожение шефа будет твоей личной местью. Не забывай, Лиз, он настоящий герой. Который пожертвовал собой ради нас, но в первую очередь ради тебя. Так что мы должны намотать сопли на кулак и отомстить этому чертову шефу. Да, Никиту очень жалко. Как и того пацана, как его звали? Светозар? Ой, да чего его жалко? Мы его толком не знали. Ну это понятно, но ведь он вместе с нами хотел плечом к плечу сражаться за добро. И толком даже погеройствовать не успел. Значит, из-за него отомстим. А сейчас я предлагаю найти того самого информатора. А меня искать и не надо. Че? Ну привет, 10-й Б. Я и есть ваш информатор. Аня, это ты! Да ё-моё, каждый раз орут, как бараны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственный огонь, который здесь может быть, это огонь моей груди. Кажется, я тебя люблю. Кажется, я тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты сделал? Анечка, он меня убил навсегда. Прости меня, родная, за всё. Я на самом деле очень любил тебя, но тёмная сила во мне оказалась сильнее. Спасибо тебе за всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-нибудь вызовите скорую. Никита, что ты сделал? Ты его убил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аня, это точно ты, а не иллюзия, как Ксю? На, ущипни, никакая я не иллюзия. Реально, настоящая Анька. Но как такое могло произойти? Ты же погибла? Да, Ким, это правда. Я и правда погибла. Но потом произошёл перезапуск вселенной, и я оказалась живой. И решила раз и навсегда покончить с шефом. О, а вот тут мы с тобой полностью солидарны. Пойдёмте в школу, я всё объясню. Итак, как вы знаете, шеф бессмертен. Пока существуют генераторы полей. И для того, чтобы его ослабить, нужно уничтожить их все. Сейчас весь наш остальной класс этим и занимается. А вы хотя бы знаете, сколько их всего? К сожалению, нет. И тут к вам на помощь прихожу я. Мне удалось у шефа выкрасть данные про все созданные генераторы полей. Красава. И сколько их там? 4893. А после того, как Никита взорвал слой, их осталось 4892. Сколько, сколько? Да, вот это я обезопасил себя в будущем. Ну, не в смысле я, а настоящий шеф. Ну ничего, мы сделаем это ради Никиты. Будем уничтожать один за одним. Можно чисто теоретически отследить местоположение каждого из них. Но это займет кучу времени. Шеф успеет нас по 200 раз растоптать. И что нам делать? У меня есть другой вариант. Переломной точкой всего является становление Акима злым. Тот самый момент, когда добрый Аким превращается в злобного шефа. И что нам дает этот момент? А то, что можно попробовать отправиться в это время. И переубедить его. Просто сделать так, чтобы он не становился злодеем. Аня, ты что, дура? С чего ты решила, что у нас это выйдет? Как мы можем переубедить злодея не становиться злодеем? Ну, он же не всегда был таковым. И, как видите, я не стал злодеем. Лично я верю, что меня из прошлого можно переубедить не становиться шефом. Вот, я в это тоже верю. Это все предположение и теория, а нам нужен четкий план. Мне тоже не нравятся все эти махинации со временем. Лучше уничтожить генераторы и завалить шефа по старинке. Кто не выполнил домашнее задание? Это еще кто? Не знаю, пошли посмотрим. Я повторяю, кто не выполнил домашнее задание? Какое еще домашнее задание? Она что, училка? Твою материю. Кажется, я знаю, чей это голос. Это мисс Циркуль. Кто? Мисс Циркуль с бумажного образования. Вы что, никогда о ней не слышали? Ну-ка, ну-ка, просвети. Это злобная училка с одним глазом. Которая расправляется с непослушными учениками с помощью Циркуля. Я научу вас прилежному поведению. Я не пойму, она что, невидимая? Она вполне настоящая. Наверное, это шеф послал ее в нашу школу. Предлагаю самим ее найти. У меня уже давно руки чешутся. Да, Ланенька, я не валила монстров. Если будем искать ее всей толпой, то потеряем много времени. Предлагаю разделиться и найти ее. Подожди. Что такое? Да просто я, честно говоря, до сих пор в фронте, что ты вернулась. А что, у тебя тут уже новая девушка появилась? Ага, успела появиться и испариться. Да, поэтому мне как-то неудобно. Ой, ты не парься ты так. У меня уже тоже появился новый парень. И что, ты его любишь? Ну, понимаешь, он обычный и с ним спокойный. А я больше не хочу связываться с магами. Чтобы потом не переживать, что моего парня завалят из специального пистолета. Да уж, я прекрасно помню, как Никита грохнул меня из пистолета в том лесу. Да, я тогда еще с ума не сошла. Постоянно повторяла. Никита, ты его убил. Ты 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 убил. А, что с тобой? Ты убил. Ну, привет, Лиза. Давай проверим твое домашнее задание. Субтитры сделал DimaTorzok Как прикольно, вы пищите. Что ты сделала, тварь? Всего лишь показала, что обычно происходит с недисциплинированными учениками. Вы следующие. Не дождешься, скотина. Сейчас мы покажем наше домашнее задание. Нет, здесь надо что-то посерьезнее, а не лазеры из глаз. Да, реально не помогает. Смотри и учись, лошара. Дезинтегрантус. Ты убил. Ты убил. Ты убил. Здравствуй, мой жалкий клон. Шеф, это ты? А кто же еще? Мне удалось взломать сознание Ани и связаться с тобой. И зачем ты решил со мной связаться? Я знаю, что тупица И.У.А.В. рассказал вам о генераторах. Да, и мы уже имеем план по твоему уничтожению. Неужели ты настолько глупо не понимаешь, что я тут не злодей? Все, что я делаю, направлено исключительно на защиту всей галактики. Если меня не станет, поверь, вы столкнетесь с непоправимыми последствиями. Я уже не смогу сдерживать его. Кого ты там сдерживаешь? Кому ты тут заливаешь? Ты главная угроза человечества. Как жаль, что ты очень глуп и не видишь всей правды. Но ничего, придет время, и вы все узнаете. Аким, что случилось? Это Лиза, подключай. Лиза, 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 очнись. Блин, я никак не могу приклеить эту руку. Что у вас здесь случилось? Мы уничтожили эту училку, но она успела ей отрядить руку. Какой ужас. Не беспокойтесь, сейчас мы все вернем на место. Я зря времени не теряла и прошла курс медицинской магии. Пенициллинус, орбидон. Ну вот, даже шрама не осталось. Ань, спасибо тебе огромное, ты просто волшебница. Крутяк, теперь мы знаем, кому обращаться, если нам отобьют голову. Что ж, 10-й Б, предлагаю не терять времени. Предлагаю прямо сейчас отправиться к остальным и воплотить наш план. Да! Погибнет! Ребята, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Не забудьте про наш телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. А сейчас вас ждет серия, которая была снята ровно в эти даты. Только пять лет назад. Погнали! Скажи, там на озере ты правда сказала, что я тебе не нравлюсь? А можно я тебе ничего говорить не буду, а просто подарю тебе... ...цветочек? Швистой ау! Мы делаем колоссальные успехи в магии, но нам нужно ее усилить! А ну дай-ка сюда. Хочу, чтобы в меня влюбился самый красивый мальчик на свете. Блин, она не работает! Скоро всем придет, капец! Всем капец, всем капец! А я Ева, молодец, молодец! Это Кул Китс. Крутые детки. Привет, меня зовут Ксюша и я из команды Крутых деток. Кул Китс это первый детский художественный ютуб-сериал, где сценарий пишут сами зрители и подписчики. Пишите свои школьные истории в комментах, можно реальные и выдуманные. Лучшие из них найдут в основу наших новых серий. Авторы этого эпизода Фархад Умербеков и Бэт Банда Плей. Ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в будущем! У меня нет выбора! Я сдаюсь! На милость победителя! Вонючий предатель! За что? Ксюша, прости меня! Я хотела спасти тебя! А ну-ка все, валите в свой мир! А где Соня? Ее тоже нигде нет. Сейчас я посмотрю, где она. Ничего не пойму. Ее нет ни в одном из времен. Дети, мы хотим перед вами извиниться. И мы хотим стать белыми магами. Хорошо, что этих гнусных инопланетян больше с нами нету. Они теперь в своем мире. Какой же я была наивной дурой. Публик Ютублик, запомни. Никто никогда не сможет забрать у нас наше хосячье волшебство. Хосята, срочно беритесь за нас. Мы вернем вам вашу магию. Продолжение следует... Я больше не хочу носить наше ДНК. Я хочу быть человеком. Потому что я влюбился в Ксюшу и не знаю, как все исправить. Хорошо, продолжим разговор в этом обличии. Ты забыл о наших планах захвата галактики? Ты вообще читал, что на борту нашего корабля написано? Да, да, да. Земле капец, галактику пришельцам, бла-бла-бла. Но на Земле я встретил Ксюшу и уже не хочу воплощать эти планы. Я тебе этого не позволю. Починись мне. Стой, подожди. Неужели ты никогда не хотела перестать скакать по системам и захватывать планеты? Неужели тебе никогда не хотелось остановиться в каком-нибудь уютном уголке галактики и пожить жизнью аборигенов? Ну, допустим. А почему бы это не сделать на Земле? Вдруг тебе из местных кто-то понравится? Хм, так у меня может быть настоящее свидание с цветами, мороженым и обнимашками? Ну, конечно. Ну, не знаю. Стоп, ты собираешься вернуться к этим ребятам? После того, что ты собирался с ними сделать? Я хочу перед ними извиниться. А еще с помощью нашей аппаратуры я починил телепорт и нашел Соню. Если мы сейчас спустимся к ним и сообщим, где она, возможно, они нас простят. А еще у меня появится шанс снова подружиться с Ксюшей. Ох, во всеселенной мужики такие одинаковые. Иди, показывай, как ты там телепорт починил. Ребята, спасибо вам большое за то, что вы нас не прогнали. Да, теперь у нас нет темной магии, и мы будем жить в этом мире. Может быть, вы нас научите белой магии? Да мы, если честно, и сами не знаем, как это делать. На этой базе мы бы не справились с Евой, если бы не хосяча волшебство бандита и бублика. Все правильно. Наши любимые песики помогли нам пробудить в нас белую магию. Но как мы победили Еву, я до сих пор не понимаю. Просто нам грозила смертельная опасность. А мне кажется, что это сработало только потому, что мы действовали вместе. Ну, я точно не знаю. Никите вон в одиночку удалось у синего Жоржа корону власти забрать. На моих глазах зомби сожрали мою девушку. Это была жажда мести. Эх ты, это не жажда мести тебе сил дала. Это любовь. Виолетта Борисовна, на чё вы начинаете? Да, как нас учили в Авалоне, белая магия проявляется либо от любви, либо если белые маги действуют все сообща. Но больше мы в ней ничего не понимаем. Подождите, вы же дипломированные специалисты. А белая магия – это та же самая магия, только со знаком плюс. Да, наверняка действуют одни и те же магические законы. Хм, а это идея. Получается, не вы нас будете учить магии, а мы вас. Ну, вы же наши учителя. Так учите! Ну, давайте попытаемся начать с элементарной магии. Например, появление предмета из ниоткуда. Вообще-то, если где-то что-то появляется, то значит, это что-то должно где-то исчезнуть. Сам понял, что сказал. Другими словами, ничего не может появиться из ниоткуда. Закон сохранения энергии и материи. Да, конечно. При чем тут ваша физика и наша магия? А при том, что во Вселенной все подчиняется законам физики. Ничего подобного. Все подчиняется законам магии. Симош, можно тебе на минуточку? Конечно можно. Скажи, там на озере ты правда сказала, что я тебе не нравлюсь? А можно я тебе ничего говорить не буду, а просто подарю тебе цветочек? О, ты так мило. Получается, те слова тебя заставила сказать Ева? Я все-таки была правая, у нас в классе новая пара. Тимоха, подожди, а где этот цветок взял? Ну я просто очень хотел подарить Полине цветок, и он появился у меня в руке. То есть ты применил белую магию в одиночку, а это значит, что у нас... Школьная любовь, ей не спрятаться, одноклассник и одноклассница. А если ты еще не видел наш супер клип на 100 тысяч подписчиков, то беги скорее смотреть, ссылочка появится вот здесь. А еще поставь лайк, обязательно напиши коммент и загляни в наш инстаграм. Там бывают спойлеры. Вот вам агенты ФСВ, цветок у Тимофея появился из ниоткуда. Бе-бе-бе, всем ваша физика объяснить этого не сможет. Тимофея и Полина, идите сюда, несите цветок, сейчас мы посмотрим, на что мы вместе способны, как белые маги. Раньше, когда я была темным магом, я была специалистом по разным зельям. Мне нужна какая-нибудь жидкость. Вот, у меня есть пшикалка в нос, подойдет? Так, давай сюда. Надеюсь, на ней твоих соплей нет, а то сопли всегда мешают магии. Давайте представим, что там не пшикалка для соплей, а волшебное зелье, которое сможет изменить цвет этого цветка. Давайте все закроем глазки и протянем ручки. Ага, и становимся похожими на зомби. Сдурел совсем не смешно. Ну все, все, уже что, пошутить нельзя? Так, давайте серьезно относиться к магии. Все готовы? Готовы! Начинаем! Может, уже хватит ужаса? Может, уже все получилось? Давайте посмотрим. да но только очень слабый смотрите наше волшебство очень быстро рассеивается так ладно давайте лучше вернемся к теме появления предмета из ниоткуда давайте наколдую веревку а почему сразу веревку потому что это достаточно простой предмет готовы а теперь нам надо придать этой веревке какие-нибудь волшебные свойства есть идеи а давайте сделаем ее негнущимся будем лупить ее мальчиков которые обижают девочек но я правда не хотел тебя обидеть это меня ева заставила негнущаяся веревка хорошая идея беремся все вот здесь и представляем что она не гнется шестой а мы делаем колоссальные успехи в маге но нам нужно ее усилить какой главный инструмент волшебника волшебная палочка правильно давайте ее наколдуем круть хочу чтобы в меня влюбилась самая красивая девочка свечи а ну дай-ка сюда хочу чтобы в меня влюбился самый красивый мальчик на свете блин она не работает ребят посмотрите на себя нет этого не может быть получается что ты для меня самая красивая девочка на свете отлично а что еще может наша волшебная палочка может ли она найти соню наши генераторы работают но почему-то местонахождение сони они не показывают без сони мы не можем вернуться в наше время а еще нам нужно узнать куда делась эта маленькая ведьмочка ева со своей коронной властью ага типа победили они меня побеждалка чем не выросла скоро всем перед капец всем капец всем капец а я его молодец молодец я выполнила задание я принесла корону власти шеф молодец хорошая девочка давай корону сюда у меня вопрос а что вы собираете от вот этой она же ваш агент времени по моему гениальному плану теперь в ней есть и белая магия она уже была полностью ведьмой значит ей есть и темная магия и у нее благодаря мне есть технологии из будущего теперь с помощью короны власти она станет моим самым совершенным оружием я возьму ее в будущее и она мне поможет захватить власть три тысячи девятнадцатом году ахахахаха и и Субтитры сделал DimaTorzok